Добрый день, как вас зовут? А какая ниша у вас в бизнесе? Какие цели в жизни? Я не просто так задаю эти вопросы, просто тема сегодняшнего видео интерактивность, то есть взаимодействие с потенциальными клиентами, в том числе и в рекламных форматах. И сегодня мы поговорим об интерактивности в видеомаркетинге с двумя интересными кейсами. Погнали! Интерактивность Существует тенденция, что нужно взаимодействовать со своими потенциальными клиентами, чтобы эффективно им продавать, потому что просто пассивно показать баннер в интернете уже не работает, клиенты это не замечают, у них выработалась такая определенная слепота. Но если мы им задаем вопрос, если мы их вовлекаем в наш информационный рекламный контент и лучше нас запоминают, лучше реагируют и эффективно становится реклама. Это можно также применять и в видеомаркетинге. Например, есть сервис Vistia. Это видеохостинг, но со встроенными маркетинговыми инструментами. Например, внутри самого видео в конце можно делать форму захвата и человек может ввести свой имейл, телефон и отправить, собственно, оставить заявку. Это можно делать и в Фейсбуке, но для этого нужно нажать кнопочку, зайти на новую страничку. А в Vistia это можно сделать прямо внутри видео. При этом также внутри видео можно делать какие-то, может быть, опросы задавать, чтобы пользователь выбирал какой-то вариант из нескольких пунктов и в зависимости от этого уже показывать дальнейшую информацию. Вся тенденция идет к тому, чтобы индивидуализировать, персонализировать как раз сообщения. Мы взаимодействуем интерактивно с пользователями, задаем ему вопросы, он выбирает какие-то пункты, и тогда мы показываем то, что ему конкретно нужно. И этот сервис, он сейчас довольно дорогой и бесплатно можно создать только три видеоролика. И то будет показан логотип этого сервиса. Поэтому, может быть, из-за этого он не столь популярен. Еще один пример это мессенджеры. В Фейсбуке есть реклама на них. Для этого можно заплатить одну-две тысячи фрилансеру, он сделает вам специальный бот, и вы сможете показывать рекламу в личном сообщении данному потенциальному клиенту. Ему не нужно крутить Фейсбук-страничку, он там будет опроматывать все рекламные сообщения, ему приходят личные сообщения. Это классно. И вы можете в это сообщение за счет бота автоматического, например, присылаете видео, которое он может открыть, посмотреть об этой услуге, потом описание, а далее вы задаете вопрос, что вам интереснее, какая у вас проблема, или какой продукт вам нужен. Далее идут варианты ответов, которые он может нажать на любой, и при нажатии на него вы автоматически присылаете ему сообщение, которое рассказывает именно об этой проблеме, и предлагает решение именно по ней. Таким образом, человек взаимодействует, пишет, что ему конкретно нужно, и вы предлагаете решение под его проблему. И это интерактивность, это мессенджеры, и пользуйтесь этим, и вот такой тест простой можно совершенно без проблем провести прямо сейчас. Просто попробуйте. Есть интересный пример и на Ютубе. Конечно, это не коммерческий канал, но стоит задуматься использовать этот метод. Это типа квеста, когда вы смотрите видеоролик, и можете сами выбрать его продолжение. Полететь на самолете, остаться на земле, повернуть налево, повернуть направо. Мы знаем в Ютубе, что в конце есть конечные заставки, мы просто делаем видеоролик, один, второй, третий, с разными вариантами, и человек, взаимодействуя, выбирает один, и смотрит следующий ролик конкретно под это действие. Таким образом, он управляет реальностью, то, что происходит в этой истории, влияет на нее, и это прям супер-мега интерактивность, и такой квест, он очень прекрасно зашел, там были какие-то миллионы, огромные просмотры на этом канале, и в принципе, то же самое можно использовать и в коммерческом смысле, когда вы задаете вопрос, и он выбирает определенный ролик. И самое интересное, что чем больше будет нажатий на ролики, а тут будет ролики, можно делать короткие, но очень много будет переходов роликов, то есть это будет огромное количество просмотров, досмотров до конца, за счет этого взаимодействия, а это огромный плюс к ранжированию вашего канала на ютубе. Также у бизнес-молодости видел интересный пример интерактивности. Что-то они продавали, наверное, какой-то курс, и Дашкеев вещает, ну, видео, что-то рассказывает в общем, и потом задает вопрос, какой у вас, например, уровень сейчас дохода. Ты выбираешь определенный вариант ответа, и тебе показывается там на том же лендинге следующее видео, которое связано именно с этим вариантом ответа. И он рассказывает, если у вас вот такая-то ситуация, вы зарабатываете до 100 тысяч, нужно делать то-то-то-то-то-то, или обращать внимание то-то-то-то, какие-то инструменты. Если там у тебя больше 300 тысяч, он уже говорит совсем про более тонкие вещи и другие проблемы у этих людей, и у которых... Таким образом, видеоролики, вот эта вот как бы линия, по которой идет пользователь, зависит от того, на каком уровне развития своего бизнеса он находится. Это тоже интерактивность, это тоже персонализация, и это тоже можно осуществить с помощью видеороликов. Четко способы использования интерактивности видео я вам не подскажу, но помните об этом, потому что за этим, мне кажется, состоит будущее. Мы познакомились с пятью трендами видеомаркетинга, об оставшихся четырех из девяти мы поговорим в следующем видео. Чтобы перейти на него, вы можете нажать ссылочку в описании. Надеюсь, информация была полезной. Пишите в комментариях, если вам понравилось или есть какие-то вопросы. С вами был Михаил Салаев и будьте на виду! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok